Виктор Томенко А для этого, обозначил первым делом губернатор, нужно развивать промышленность, помогать бизнесу и поднимать среднюю заработную плату. Спустя два года можно оценить результаты. Даже в этом 2020 экономически сложном году запустили новую производственную линию на Алтай-Коксе. Модернизация производства, помимо всех выгод для самого завода, в конечном итоге позволит ощутимо нарастить налоговые поступления в казну региона. Мы удешевляем угольную шехту. Мы можем достигать то же самое качество кокса, которое нужно для доменных печей на более дешевых углях. Или мы можем оставить то же самое качество углей и повышать качество кокса. Тут уже домички определяют, что им необходимо в данный конкретный момент. То есть технология дает еще и гибкость. И такой технологии в России больше нет. В эту линию инвестор вложил почти 5 миллиардов рублей, которые должны окупиться всего за пару лет. В Кожевинный завод, в резиденты Азаринской территории опережающего развития, вложили 2 с небольшим миллиарда. Через пару лет завод должен выйти на объем переработки 600 тонн сырых шкур в месяц. Повысить нашу конкурентоспособность нашей продукции на рынках Юго-Восточной Азии мы сокращаем логистику практически в 5 раз. Если сегодня продукция доставляется за 60 суток, то отсюда она может доставляться за 10 суток. В 2019-м Томенко поставил задачу за 5 ближайших лет провести полную перезагрузку алтайской промышленности. Средняя зарплата в отрасли должна подняться на уровень 40 тысяч рублей. Сейчас уже 29. Часть обязательств, обещаний, которые в период выборов он приносил, они выполняются. То есть экономика и социальная сфера функционируют. То есть каких-то грубых сбоев и нарушений нет. Хотя отдельные, конечно, негативные моменты, связанные с эпидемией, известными событиями, они наблюдаются. Но они укладываются в рамках, как принято говорить, экономистов погрешности. В целом за два года в регион зашло больше 14 инвесторов с общей стоимостью инвестпроектов почти 58 миллиардов рублей. Львиная доля которых идет на строительство и запуск новых предприятий, а также модернизацию и развитие уже существующих. Алтайский завод прецизионных изделий устанавливает топливные системы в 7 тысяч машин на КамАЗе. Предприятие получило 800 миллионов рублей на развитие. Оно активно работает над новой технологией, чтобы встать в один ряд с мировыми лидерами по производству двигателей. И такие шансы реальны с разработкой новых, экологичных и инновационных систем двигателей. Для КамАЗа, ну и для некоторых других, это Евро-6 система. Сейчас у нас контракты, часть подписана, часть еще находится в стадии оформления. И у нас здесь в Барнауле, на Алтае, будет скомпонована целая отрасль промышленности, машиностроения. Высокоточная, высокотехнологичная и так далее. В другом месте в России она уже теперь точно не возникнет. В числе достижений – перерождение тепличного комплекса «Индустриальный». В его модернизацию уже вложили 170 миллионов рублей. И за короткий срок урожайность выросла вдвое. Группа компании «Черкизова» инвестирует в алтайского бройлера. Продукцию из мяса птицы теперь выпускают в крае под известным брендом. Акции Ткульского спиртзавода приобрела компания «Маруся Беверджис Рус». В производство готовы вложить 12 миллионов евро и создать здесь виски-курни. Алтай – лидер внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве, которые потом будут распространять по всей России. А вместе – это точки роста, с которыми можно будет перезапустить экономику региона. «Бизнес Томенко говорит на одном языке. Томенко выходит из бизнеса. Томенко – великолепнейший экономист, признается на всех уровнях вообще. И при этом Томенко сам умеет считать все показатели, цифры, и понимать, что вот этот проект имеет смысл, его надо, а вот этот там нет». В ближайшие годы в Крае запустят и другие инвест-проекты. По мнению экспертов, появление новых игроков стоит ждать на территориях опережающего развития. И у Алтая есть все шансы подняться в экономическом рейтинге регионов. Но наряду с этим инвестиции вкладывают и в развитие социально важных объектов. Так, этим летом в Барнауле запустили Центр позитронной томографии, где обследуют онкологических больных. Объем инвестиций составил 512 миллионов рублей. «Позволяет выявлять процессы, которые, в принципе, еще не видно ни на МРТ, ни на КТ, ни просто глазами при операции. Мы уже видим именно на уровне метаболических процессов. С начала июля принимаем пациентов. На исследования, которые стоят 39 тысяч рублей на оплатной основе, пациенты эти исследования получают абсолютно бесплатно для себя. Срок ожидания составляет максимум неделю». В медцентр приезжают не только жители края, но и соседних регионов. Несколько месяцев – не слишком большой срок, чтобы улучшить статистику раннего выявления диагностики онкологии, но на счету специалистов уже десятки уточненных диагнозов. А это значит, что лечение назначено правильно, время не упущено и можно сохранить жизни.